Микс Ньюс Добрый день, в эфире программа Разворот. Меня зовут Андрей Лешкевич, звукорежиссер Евгений Копеин. Гость я сегодняшнего Разворота, глава фонда детской больницы Лена Дамбиня. Здравствуйте. Здравствуйте. Гость нередкий у нас, как минимум раз в год мы с вами встречаемся и сверяем часы, скажем так. Ну, с чего начнем? Как у вас в принципе дела? С чем вы начинаете этот сезон? Осень все-таки, начало чего-то нового. У нас сезон никогда не кончается. Такое чувство было в этом летом. Работ действительно очень много. То, что актуально, весь год актуальна помощь индивидуальным детям, которые мы пытаемся, у нас, по-моему, уже больше 400 детей в год, кому мы помогаем индивидуально. Это значит, что дети, у которых хронические заболевания, которые нуждаются в какой-то помощи, которая не оплачена государством. И, конечно, те дети, которые должны поехать за рубежом, потому что здесь, в Латвии, им помочь невозможно. И тогда мы тоже подключаемся и помогаем со всем тем, что не оплачивается государством. А количество детей, которым необходимо выехать за рубеж, если взять последние годы, оно становится больше, становится меньше? Я бы не сказала, что какая-то тенденция большая. Более-менее это то же самое. Но, конечно, немножко прибавляется счет этих детей, потому что появляются новые методы, новые диагностики и так далее. Так что насчет этого, да, есть дети, которые, может быть, получают такую помощь, которую 5 лет назад еще не было возможно получить. За рубежом? За рубежом, да. То есть это стоит рассматривать как положительную тенденцию или все-таки с той точки зрения, что у нас пока этих методик нет? Не, ну я обязательно как позитивную тенденцию, потому что мы же хотим, чтобы детей были… Конечно, главное, все возможности, да. И тогда уже наша задача и задача государства – искать средства, чтобы мы тоже что-то смогли предоставить нашим детям, да. Но о тенденции, я бы сказала, что это нормально, что в Латвии, может быть, какие-то методы никогда не будет здесь на месте, да, потому что просто количество наших детей с сравнением, например, с Германией, да, очень маленькое. И, наверное, это есть… И что, это невыгодно получается или что? Да, ну неразумно, может быть, даже так сказать, что, может быть, намного дешевле, как государству, послать одного ребенка за лечением куда-то в другой стране, чем содержать весь год, да, и годами какую-то инфраструктуру, в которой мы нуждаемся, может быть, там, действительно один раз в году, да. Так что всегда нужно смастерить, да, тоже на этот аспект, что разумно в Латвии развивать, и что мы всегда будем покупать, может быть, где-то за рубежом. Но вы уже много лет возглавляете фонд, кстати, сколько, напомните? Ну вот как раз в этом году исполняется 10 лет. 10 лет? Ну вот мы вас поздравляем. Спасибо. Но хотелось бы спросить, ну если спрашивали, что изменилось, это слишком широко, но если говорить о функциях первоначальных, первоначальная функция – помощь, естественно, тем детям, которым государство там не может обеспечить полностью медицинский уход, медицинские услуги, они как-то изменились вот за эти 10 лет функции вашего фонда? Конечно, да, очень даже изменились, когда я начала работать, мы большинство денег пожертвованием вкладывали в инфраструктуру, детской больницы, потому что это до сих пор, конечно, очень-очень важно, потому что единственная такая большая детская больница в Латвии. Но меняется ситуация, и тоже это очень идет вместе с государственным развитием, да, и то, что государство уже в наши дни оплачивает, и, может быть, не оплачивало 10 лет назад, да, и даже каждый год мы видим, что есть изменения, например, там, два года назад мы покупали пумпы для инсулина, да, но сейчас это уже покупает государство, да, и так далее, так что изменилось очень много чего, да, и если мы даже визуально посмотреть на детскую больницу 10 лет назад и сегодня, да, это очевидное изменение, да, в позитивном плане, так что, да, когда я начала работать, не было так много индивидуальных детей, кому мы помогали, я очень рада, что как-то получилось нам развить такую и помочь в таком плане, да, и мы видим, что эта помощь действительно очень-очень нужна, и что для меня важно, что мы работаем вместе с врачами детской больницы, так что мы всегда знаем и уверены, что действительно ребёнок в чём-то нуждается, и если это рекомендация врача, лечащего врача, да, тогда я точно знаю, да, что это действительно этому ребёнку нужно, и это что-то неэкспериментальный метод, да, но такой, который уже себя проверенный, да, так что, ну, это то, что… Да, индивидуально получается, ну, вот вы говорите, индивидуально, а с другой стороны, помощь, это какая получается, больница в целом, или с чем это можно противопоставить? Да, но мы, если мы говорим, мы тоже помогаем, если можно так сказать, больнице в целом, всем пациентам, которые посещают детскую больницу, потому что мы помогаем там, например, развивать тоже новые методы лечения, да, если мы говорим там о кардиохирургии детской. Каким образом вы помогаете? Ну, в очень практическом, можно так сказать, потому что мы покупаем, если есть какой-то новый метод, сначала, пока государство это не оплачивает, мы как фонд покупаем материалы, ну, или приглашаем и оплачиваем коллег из-за рубежа, да, которые приезжают, обучивают наших врачей, да, потом уже наши врачи могут сами такие операции здесь, в Латвии делать, да. А индивидуальные случаи, ну, безусловно, таких случаев должно быть очень много, там, многие дети нуждаются в помощи фонда. По какому? Ну, вы упомянули, что лечащий врач должен как-то вам видеть… Вы думаете о принципах, да? Ну, да, критерии, как вы выбираете эти индивидуальные случаи? Слово «выбираем», да, как-то не так звучит, да, но, конечно, мы понимаем, что всем, которые нуждаются, мы никогда не сможем помочь в таком объеме, да, как дети нуждаются, потому и, конечно, какие-то принципы у нас есть для нас, чтобы мы, как фонд, были уверены и смогли бы ответить тем людям, которые жертвуют, да, что это действительно этому ребенку было нужно, и этот, например, метод лечения дает результат, и конкретный результат, да. Наверное, это и есть какой-то принцип, да, что мы работаем вместе с нашими врачами, мы работаем, оплачиваем методы, которые себя уже подтвердили, и которые дают результат, конкретный результат в развитии ребенка и в здоровье ребенка дает улучшение, так что, ну, такие принципы есть, и, да, информация и, скажем так, просьбы о помощи у нас идут от стороны врачей к нам приходят, да, и от родителей, конечно, и тогда мы, как бы, мы там посередине, пытаемся всегда найти какой-то разумный способ, да, как конкретному ребенку помочь, если просьба идет от родителей, тогда мы, конечно, приглашаем наших врачей тоже, как бы, вместе думать о лучшем варианте, как конкретному ребенку помочь, потому что не всегда, как родитель это видит, и есть самый лучший способ, как ребенку помочь, так что мы пытаемся найти для ребенка конкретно способ, который действительно даст какой-то результат в будущем. А если родитель понимает, что его ребенок нуждается в зарубежном лечении, может он у вашего фонда получить, по крайней мере, консультацию, например, в какую страну у вас просто опыт большой уже, в какую страну стоит ему обратить внимание, какие врачи, вот ваш фонд может подсказать об этом? У нас, мы как фонд пытаемся есть опыт, да, но мы, я всегда о том, что нужно профессионалам делать свое дело, и профессионалы в этом случае наши врачи, и они, у них действительно большой круг друзей, даже так можно сказать, коллег, да, за рубежом, и я всегда тогда с родителем бы, да, ну как подсказала, что лучше вместе с врачом. Мы там будем, мы поможем, да, но давайте это решать вместе с врачом, потому что наши врачи знают, который коллега в которой стране, в которой, в какой больнице, да, специализируется конкретно в тех заболеваниях, например, да, и это очень важно, не искать вот вообще помощь, да, потому что в каком-то плане больницы от больницы, может быть нету большой, не отличается, да, но есть редкие, да, и сложные заболевания, когда это очень-очень важно. Ну и тогда, конечно, будем смотреть и искать вот самый лучший вариант, да, который есть. Ну уход за детьми и лечение, оно вот в отличие от взрослых, в том числе заключается в том, что детям необходим какой-то еще эмоциональный фон, какая-то атмосфера. Да, я так понимаю, что вы тоже этим занимаетесь, во-первых, есть доктора-клоуны, это не ваши, это ваши друзья. Ну это коллега, да. Коллеги, да, но в том числе проводятся такие акции, вот я знаю, что баскетболисты звезды латвийские приезжали, предприниматели подарили пижамы, такие дизайнерские для детей. Вот расскажите, что, например, за последний сезон прошло такого? Ну это что-то, мы всегда пытаемся какой-то баланс найти, потому что, конечно, важно предоставить медицинскую помощь детям, это, наверное, самое большое задание, но в том же времени мы очень хотим, чтобы дети, которые находятся сейчас в этот день в больнице, чтобы они тоже как-то о чем-то порадовались, да, какое-то эмоционально хорошее событие произошло. То, что вы уже помянули, да, пижамы, баскетболисты, но у нас каждую неделю что-то, есть какое-то мероприятие в больнице, кто-то к нам приходит в гости, да, чтобы детям было просто, улучшилось, не знаю, там, настроение, да, или они научились бы, например, в онкологическом отделении, где дети лечатся долгое время, да, мы каждый второй четверг у нас мероприятие, которое конкретно в этом отделении, кто-то приходит в гости, там, ужин и там какие-то, не знаю, активы, да, мы что-то там вместе делаем, да, но это только с одним, это, да, только с одной целью, да, чтобы дети, эта атмосфера в отделении была бы такое немножко, хотя бы немножко радостное. Вы собираетесь кого-то еще пригласить в будущем, в ближайшем? А мы каждый... Ну, имею в виду кого-то такого, вот, когда приезжали, например, баскетболисты, там, Борзингис, понятно, курс, это большое дело. Да, ну так сразу не скажу, но это как-то, да, происходит просто... Постоянно? Постоянно, это не так, что мы там только одно мероприятие в году планируем. Насчет пиджам, да, это было что-то такое, да, что мы, конечно, это... Потому что кто-то должен был это сделать, и это такой-то... Ну, это там два года, по-моему, мы думали об этом проекте, да, потому что это операционные пиджамы, они там должны быть очень функци... Да, с функцией конкретным, и, ну, очень хотелось, чтобы детям они тоже нравились, да. Ну, я думаю, что сейчас у нас хорошо получилось, и знаю, что коллеги из ЛЭПа, из Кибольницы тоже уже интересовались у меня, как они тоже что-то такое хотят для своих пациентов. Ну, давайте я о грустном немного. Ну, давайте. В июле вы сказали, что в связи с налоговой реформой, вот, которая предыдущее правительство осуществило, очень сократились пожертвования фонду. Надо сказать, что вы не первая отрасль, которая об этом сказала, спортсмены, вот, уже упомянутые, страдают, ну, и не одни тоже. Сейчас, спустя три месяца, всё по-прежнему, вы ощущаете? Да, да. Я думаю, что опять-то, как же и в прошлом году, лучше всего, к сожалению, да, мы это увидим в конце года, когда большинство фирм жертвует, и когда они видят, что там произошло в этом году, и что какие-то планы на следующий год. Но я знаю, что у нас есть компании, которые нас поддерживали много лет, и опять в этом году сказали, что, к сожалению, не будет пожертвований, потому что в связи с налоговой реформой, да, всё-таки… То есть, это действительно не будет? Да, действительно не будет. Да, да, но есть в том же времени, есть фирмы, которые до сих пор жертвуют, но для нас 25% всё-таки, да, упало в прошлом году, это много. На 25%? На 25%? Это очень много, четверть. Да, да. А суммы примерно назвать можете? В прошлом году пожертвований было около 800 тысяч, да, ну тогда… Четверть убираем. Четверть, да. То есть, 200 тысяч минус. Да, да. И, ну, в этом году это и видно по нашим планам, и то, что мы делаем, что-то всё-таки будет сделано поменьше. А вы знаете вот конкретные проекты, которые, например, не реализуются? Мы знаем, у нас тоже, как у всех наверняка, да, всё-таки, мы знаем, от чего мы никогда не можем отказаться, да, самый приоритет первый – это индивидуальные дети, кому мы помогаем. У нас есть дети, которые нуждаются в помощь с года на год, и мы знаем, что мы их не можем просто так бросить, да, если мы уже начали им помогать, когда, там, ну, не знаю, там, Хуго было, там, пару лет, да, у него сейчас семь, ну… Но вы не можете сказать ему, Хуго, извини, у нас налоговая реформа. Да, да, вот так мы всё-таки не можем, да. Но есть, да, ну, какие-то планы на инфраструктуру детской больницы, да, от которых мы, к сожалению, отказались в этом году, да, что не будет. И, ну, мы, как бы, думаем в таком плане, что мы откладываем, да, надеясь на следующий год опять и так далее, и, ну, да, живём с надеждой, да, но мы знаем, да, что в первую очередь дети, которые к нам обращаются, мы должны искать и найти помощь, как им помочь. Ну, вот вы, ну, помимо, там, главы фонда, вы являетесь и гражданином, понятно, страны, и в какой-то степени предпринимателем, может быть, социальным, ну, можно так сказать, в широком смысле. Вы понимаете, вот для чего эта реформа нужна? Может быть, вот в другом каком-то статусе своём вы понимаете, что здесь была какая-то польза? Или просто почему так много всё-таки от неё, вот, ну, явных каких-то потерь? Ну, у меня нету ответа на этот вопрос. Я не чувствую никаких таких улучшений, да, в другие. Ну, да, но я знаю, что с коллегами из НВО в прошлом году мы очень пытались рассказать ситуацию реальную и перед реформой, да, когда ещё шло согласование и так далее, просто, как бы, представить доказательства, да, для того, что это очень-очень важно. И то, что мы делаем для конкретных детей, это то, что государство не сделало и не может сейчас сделать, потому что не хватает средств, да, и в таком плане мы, я всегда нас, как фонд детской больницы, вижу не только как партнёров родителей детей, да, или детской больницы, но и как партнёров для государства, да, мы всё-таки вкладываем всё время наши силы и деньги в наше государство, наше будущее, что дети, но и детская больница, да, государственная больница. Так что в этом плане я до сих пор не понимаю, почему всё-таки этот режим, который, налоговый режим, да, который работал хорошо, может быть, там может быть вопрос о количестве НВО, да, о том, что они в реальности делают, да, ну тогда это какой-то другой подход, тогда давайте есть возможности делать аудит, да, и так далее, и смотреть, что каждый делает, да, и если действительно там какие-то мероприятия, которые, может быть, обществу не так уж важны, да, но не так, как брутально всем, да, один режим, режим и тоже таким организациям, которые реальную пользу приносят обществу. Сейчас прервёмся буквально ненадолго, небольшой перерыв и вернёмся. Продолжаем разворот, у нас сегодня в гостях глава фонда детской больницы Лиэна Дамбиня, нам, кстати, можно позвонить по телефону 672-12-93-9-6-7-2-13-9-3-9 или написать в WhatsApp по телефону 230-6-1-9-1. О налоговой реформе мы говорили в прошлой части, но вот вы ведь встречаетесь периодически с представителями правительства, с министром финансов, я видел, вы с господином Рейерсом виделись. Вы обсуждаете как-то вот эти вопросы? Обсуждаемы, есть хорошие новости, что я понимаю, что начиная с следующего года налоговый режим переходит в старый, как бы, вариант, который был от фирм такой, которые они… То есть, отмена произойдёт? Я так поняла, да, что отмена, к сожалению, не от этого года, да, ещё этот год мы должны пережить, но до следующего года этот процент, который был в этого налогового режима, пожертвование такое будет уже обратно. Так что, о том я говорила, что надежда есть, да, на следующий год, что я надеюсь, что… Но есть и хорошее, если так можно сказать, от государства, да, что у нас прекрасное сотрудничество с министерством Лабклайбс… Минблак, благосостояние. Да, благосостояние. Государя Петровича. Да, и сейчас уже мы почти начинаем сотрудничество с министерством здравоохранения, с нашими подростками. Да, давайте, подождите, мы об этом ещё поговорим, у меня это всё есть. Я всё ещё о плохом хочу всё-таки поговорить. Хорошо. Вот сейчас бюджет принимается традиционно осень, и, конечно, все невозможно это не обсуждать, финансирование медицины в целом. И снова получается, что на словах медицина – приоритет номер один, ну, если не два, ну, как минимум, это первый, это топ. Но на деле мы снова видим, что денег нет. Да, я очень об этом переживаю, и переживаю как раз о плате наших медсёстр и врачей, да, потому что я не знаю, что ещё должно случиться, чтобы понять, что действительно очень скоро уже ни за какие деньги просто не будет возможности получить никакой медицинской помощи, да, потому что, ну, я бы очень хотела, да, чтобы как-то… Потому что это не только вопрос Министерства здравоохранения, это очень важно всегда как-то, что там Министерство здравоохранения, да, Министерство здравоохранения не может такого решения принять, это решение всех министров, да, и я не понимаю, почему как бы это уже не… Для всех, по-моему, это очень очевидно, да, что есть кризис, и кризис только ухудшится, да, это всё только станет хуже, и ничего не делать в то время, да, или просто насчёт оплаты, да, медиков. Мы как фонд видим, да, что мы можем что-то сделать, мы можем там ещё немножко деньги в класть, да, и в инфраструктуру, или в какие-то конкретные, но мы не можем начинать оплачивать наших медиков, да, как общество. Это должно делать государство, никто другое этого сделать не может. Ну, за счёт наших налогов. Из них мы тоже ничего уже не можем, да, потому что если нету этого врача, я как фонд не могу даже оплатить эту услугу, да, или эту терапию, потому что там просто уже очередь ожидания, платной или бесплатной, там уже, по-моему, скоро не будет никакой разницы, да, потому что не будет специалистов, которые вообще здесь будут работать, да. И насчёт медсёстр, может быть, это мы как общество так не видим, потому что это больше чувствуют люди, которые в отделениях находятся, да, но мы как фонд это видим каждый день, они работают так много, да, и так мало наших медсёстр, что это тоже уже вопрос о квалитете услуг, да, как, потому что не может один человек сделать всё, да, и работать в ночной смене, и в дневной, и так далее, да, так что мы как, я как руководитель фонда это вижу уже давно, мы пытаемся это решать немножко стипендиями для врачей, да, стипендиями для медсёстр, но мы всех на стипендии не можем, да, положить, и всем начинать оплачивать стипендии, это должно быть решено государством, и как-то действительно очевидно, что это наш самый главный ресурс медицины в Латвии, но как-то решения и денег нету, да, в конце. Но вы, наверное, слышали вот эмоциональную речь главы ассоциации медсестёр, своими, да, она стала вирусной в латвийском интернете, очень тоже такая откровенная, эмоциональная и справедливая во многом, но вот вы всё-таки, да, вы начали об этом говорить, вот у вас есть какое-то объяснение или, по крайней мере, в первую очередь, на ком ответственность лежит за то, что так каждый год уже происходит, это уже такая вот ежегодная ситуация? Это министры, может быть, которые меняются часто и которые не слишком, может быть, настойчиво лоббируют свои интересы? Это медики сами, которым нужно один раз взять и устроить забастовку не такую, ну, такую полузабастовку, а настоящую, чтобы государство это поняло, или это общество, ну, вот как вы это видите? Мне даже трудно ответить, потому что тоже медики, я их понимаю, у них самая главная цель – заботиться о людей, да, и о детях. Я понимаю, что они так не выходят на улицу, и спасибо им большое, да, я думаю, что наверняка другие бы уже давно вышли. Ну, может быть, это и стоит сделать? Ну, может быть, я на это не могу, как бы, да, приглашать, потому что, действительно, понимая риск, да, в том, но мне действительно непонятно, как, и я бы тоже, я бы всё-таки говорила о кабинетах министров, да, это общее решение, это общее понятие о том, что есть приоритет и приоритет здоровья. Действительно, без здоровья ничего не будет, да, наши дети без здоровья, они пойдут в школу и не будут потом работать здесь или, да. Но у нас нет такого, вот, как вам кажется, вообще наличие фонда – это, ну, такая история, она и во всех странах есть, вот фонд, который помогает, но нет ли такого, что у нас государство, у него возникло такое, может быть, ощущение, что, ну, если мы не дадим денег, ну, фонд, есть же фонд, они соберут, это вот народ соберётся и поможет. Вот, вам не кажется, что… Есть какие-то… Я об этом задумываюсь, да, конкретно, если мы говорим о детях, у которых автизм, тогда, да, у меня такое чувство появилось, что мы решаем очень большую проблему сейчас без государства. Получается, что эти дети вообще зависят, да, от пожертвований, это несправедливо, потому что они тоже дети, у них тоже в документе написано, что у них бесплатное здравоохранение в Латвии, но в реальности мы видим, что большинство, я бы сказала, 90% оплачивается пожертвование или сами родители это оплачивают. Я с этим вопросом уже была в Министерстве здравоохранения, мы обсудили, они знают ситуацию, я рассказала о нашем опыте, да, как много детей у нас уже сейчас и как, с каким скоростью это число детей прибавляется в каждый год, да, потому что родители узнавают, что есть такая возможность, они, конечно, пытаются сами, своими силами предоставить всю терапию, да, которая ребёнку нужна, но это, конечно, в один момент это просто слишком, да, потому что это дорого, да, это 3000 в году, да, у которых есть дети, у которых даже больше, да, это большие суммы, и эти дети, которые, у которых иногда родители должны вообще уйти из работы, да, один из родителей, и тогда только один получается, кто может содержать семью, и ещё такие расходы, это всё очень сложно, и да, в такой момент я задумываюсь о том, правильно ли мы делаем, да, что мы так всё время всё оплачиваем, да, пытаемся всем помочь, и потому и я шла в Министерство это обсудить, да, потому что мы должны искать какой-то ещё вариант, потому что есть заболевания, где всё понятно, да, государство оплачивает, скажем, 90%, да, и потом уже пожертвования мы компенсируем вот этот маленький, да, там 5-10%, в чём ещё ребёнок нуждается, чего не оплачивает государство. Для меня, я думаю, что это разумно, да, что всегда будут люди, которые могут и хотят помочь, да, и это всё правильно даже, да, так можно сказать, но если это пропорции уже переходят на то, что 90% за пожертвования и 10% государства, ну, это уже как-то, да. Я вспомнил случай 2015 года на тот момент с 9-летним Дайвисом, помните, да, это очень громкий случай, когда ему требовалось лечение в Филадельфии, потому что Евросоюз не мог. Тут, конечно, несколько вопросов, но он уже не 9-летний, он 13-летний уже, получается, летний. Во-первых, вы в курсе, как вот у него дела? В курсе, да, он приходит в нам больницу на проверки, да, как бы, и мы следим за его здоровьем, но да, он идёт в школу, живёт нормальной жизнью. У него был очень такой уникальный случай, да, с оттоком лимфы там была какая-то проблема. И после того случая, во-первых, таких случаев, получается, вот за эти 4 года не было, чтобы Евросоюз прям не мог помочь, да. Но я помню, после того резонанса государство, оно пошло вот навстречу, там вот эти проценты, вы как раз сказали, они как-то были сдвинуты, да, они взяли на себя большую долю. Да, там получилось, по-моему, половину на половину или что-то такое. Потому что в этом конкретном, если мы говорим о давесе, да, но то, что тогда была хорошая идея, чтобы это как-то в систему положить, да, что если будет такой случай, тогда автоматически государство будет платить, то не было сделано всё-таки, да. То есть, подождите, ещё раз. Шла речь тогда, что больше таких ситуаций не повторилось, да, если ещё раз, там, не знаю, даже, может быть, через 20 лет, да, будет ещё какой-то ребёнок с таким сложным заболеванием, где все коллеги в Европе говорят, что мы своих детей вот таких везём туда, и это единственное место в мире, да, где можно получить результат и лечение, да, тогда Латвия тоже. Тогда государство? Да, тогда государство это автоматически оплачивает, да. Полностью? Ну, полностью, да. Полностью, так, но? Потому что так государство делает, если ребёнок едет, там, не знаю, в Германию, да, или где-то в Евросоюзе. Но это не было сделано, как нету такого документа до сих пор, да, где бы в такие ситуации было ясно, что государство будет оплачивать. То есть, это было сказано просто вот чисто устно и всё? Да. Ну, а вы, опять же, вы как-то напоминали об этом после этого? Мы напоминали, но уже 4 лет прошло, да, но первый год, 2 года мы напоминали, да. И что вы слышали в ответ? Не, ну, что там есть какие-то, так будем смотреть индивидуально, есть какие-то сложности, да, и так далее. Но всё в порядке, да. Если мы знаем, что государство в такой момент действительно ответит, что да, мы знаем, как… То есть, моральную ответственность возьмёт. Да, ну, мы знаем, как действовать в такой ситуации, у нас есть план, да. Но в тот случай с Дависом был, что нету плана и не будет поддержки от государства. Собирайте пожертвования, да. И я думаю, что так уже нельзя быть, да. А если Германия, например, то государство… Да, государство оплачивает, да, да. Да, и это мы видим каждый год, многие дети из Латвии едут в, не знаю, там, разные страны, да, Евросоюзы, и государство всё оплачивает. Ну, вот, ну, вы были, я так понимаю, в хороших отношениях с предыдущим президентом и с супругой президента, ну, с военницами. Да, да, они очень много помогали. Да, вот посвятили им там публикацию тоже, когда Раймонд в воене сходил. И вы познакомились, соответственно, с господином Левицем. На инаугурации вы были. Да. Ну, вот расскажите про господина Левица, как вам показалось. Мне ещё ничего не может показаться, потому что мы так официально ещё не встречались и не обсудили, какое может быть сотрудничество. Но я очень надеюсь, что он тоже увидит, что мы делаем хорошее дело, да, и что это очень важно для нашего общества, для детей, для семей, которые нуждаются в поддержке пожертвования, что там и есть такое понимание, да, что и самые первые государственные персоны тоже участвуют, да. Это, по-моему, символически очень важно, что люди чувствуют, что президент понимает их ситуацию, он в курсе, и он тоже поддерживает их, да, эмоционально, морально. И я думаю, что и для фирмы, и для пожертвований это тоже как бы символически, да, что это какая-то, да, ну, это может быть и позитивная мотивация для них тоже, да, поддерживать какую-то конкретную акцию или какую-то конкретную цель, да, для какой мы собираем деньги в конкретный момент. А если говорить о пожертвованиях, ну, может показаться цинично говорить о деньгах, но всё-таки за счёт денег и происходит лечение. А вот сообщалось, что, я помню, накануне 2016 года было самое большое пожертвование, миллион тогда пожертвовали. После этого не был превзойдён этот рекорд? Миллиона больше не было, но можно сказать, что полмиллиона ещё было от конкретного, да, от микротиклс нам жертвует до сих пор. У нас, по-моему, очень-очень уже дружное сотрудничество, да, они действительно видят, и у них важно, что происходит в детской больнице, и они поддерживают нашу работу, и они видят в детскую больницу и детей действительно как наше будущее, да, в которое нужно инвестировать в финансы, потому что, как вы уже сказали, без финансов много чего в медицине просто невозможно сделать, да. Так что, да, мы очень рады такой дружбе, и до сих пор мы получаем от них поддержку. А какие предприятия вообще, ну, это ведь не должно быть каким-то большим секретом, наверное, какие предприятия, я помню, в случае с Дависом, тогда вот Латвия с Валстаней же, да, очень помогли? Да. Очень большая, вот когда сбор этот происходил, по-моему, 300 тысяч нужно было собрать. Какие предприятия традиционно в Латвии вот участвуют и помогают? Микротиклс вы назвали уже? Микротиклс, да, Риме, Латвия, Максима, Латвия, да, они нас поддерживают уже тоже многие годы, по-моему, Риме уже десятый год. Как я начала работать, так и я начала с ними тоже сотрудничать. Максим, по-моему, это будет шестой год уже, да. Ну, так есть, конечно, мероприятия, которые год на год, есть такие, которые у нас прекрасные акции вместе, Репа, Сарсырди, да, Пиреллы, да, их инициатива, что они хотят помочь в детской больнице уже десятый год. Мы сейчас как-то отметили, да, там, неделю назад, так что, да, есть те, которые приходят заново, о чём, ну, да, я радуюсь всегда и удивляюсь, да, как вы нас нашли, да, и так далее. Давайте, звонок у нас был сейчас, да, перезвоните, пожалуйста, видел, что нам звонили, 672-12-93-9, 672-13-93-9. Ну, пока звонков нет, значит, продолжим. Что касается вот донорского банка молока, вы об этом говорили, и в ноябре, я так понимаю, что появился так называемый анализатор в больнице, который определяет ценность молока. Молоко это необходимо для недоношенных детей, которые родились раньше времени. Но вместе с этим вы же говорили, что в Евросоюзе осталось всего две страны, которые не располагают банком. До сих пор остались одной из стран, потому что просто процесс здесь, в этом проекте не хватает только, это не только технический вопрос, да, мы как фонд можем собирать пожертвования и купить всю технику, которая нужна, но там юридические нюансы, которые должна решить Министерство здравоохранения насчет молока, донорского молока, что это будет, как, потому что это донорский материал, и там есть, получается, как бы похоже на кровь, когда переливается, это тоже донорский материал, как… Совместимость какая-то вынесена. Совместимость и как сделать систему безопасную, чтобы исключить все риски, что с донорским молоком, например, может, ребенок, там появится инфекция и так далее. Это не так уж сложно, может быть, как звучит, да, это можно сделать, как мы уже видим, да, позаимствовать, и мы как раз на это смотрим. Как я поняла от коллег в прошлом месяце, что мы очень близко к тому, что у нас будет юридический документ, да, на каком уже, на каком основании мы уже потом можем опять уже начинать собирать сумму, которая нужна, чтобы этот банк сделать, экипировать, да, и потом уже государство от своей стороны будет оплачивать это как, да, ну, как услугу, да, так можно сказать. В Латвии и Румынии нет до сих пор. Да, да. Может, румыны там подсветятся, и мы с последними останемся. Да, а у соседей эстонцев, литовцев, получается, все это есть. Эстонцев, по-моему, даже два, две, да. Как обычная эстонция. Ну, это две, ну, там, это, я бы на этого, на это так не смотрела, потому что в Латвии мы сговорили с врачами, один банк, это существенно, да. А как сейчас решается эта проблема, вот отсутствие банка, как предоставляется помощь? Смесь, да, который можно, да, молоко, да, индустриально делается, которое очень-очень похоже, да, на материнское молоко, но все-таки риск для хронических заболеваний, да, для дефекта намного, ну, да, больше, чем если бы это было материнское или донорское молоко, да. А в 17-м, если не ошибаюсь, году был открыт также в больнице так называемый кабинет аутизма. Вы упомянули про аутизм, и тогда вы сказали, вот у вас была такая реплика, что наконец-то мы можем открыто говорить об этом, об аутизме. Хочешь спросить, о каких недугах в таком случае и проблемах мы до сих пор не можем говорить, вот вы могли бы сказать? Я думаю, что вообще психиатрический профил, да, заболевания, я думаю, что это до сих пор очень связан с стигмой, да, что люди этого не понимают, боятся этого, не хотят об этом говорить и не хотят участвовать, да, где мы вообще говорим о психиатрическом заболевании. Но этот стереотип, что всё, если, не знаю, там, всё это связано с диагнозом, это до сих пор как бы существует, да. С каким диагнозом? Ну, разным с диагнозом, да, но это не всегда так, потому что у нас всех могут быть, и бывает наверняка, у меня бывают трудности, да, психологические, моменты кризиса, да, где я нуждаюсь в помощи специалистов, да, и это не означает, что у меня или у вас, у всех у нас диагноз, нет, да, но у нас есть трудности, и мы как-то, вот, возвращаясь к нашим подросткам, да, мы как-то об этом тоже, и, конечно, то, что с детям с аутизмом, да, у них тоже трудности, да, у них трудности социализироваться, у них трудности говорить, да, быть вербальными, да, у них разные трудности, да, трудность там удержать внимание, да, но там есть способы, как мы можем им помочь. Ну, вот открылись ресурсные центры, да, в Риге и в Лепе, насколько я понимаю, да, и эти центры вот какую помощь они предоставляют? Психологическую, да, да, когда у нас есть Слаб Клайбс Министерии, у нас одна программа для откоривания зависимости, да, у которых подростков, которые мы видим, что там уже формируется, да, какая-то зависимость или риски там видны, да, и сейчас с Министерством здравоохранения мы начнем программу для подростков с депрессией и с риском суицида. А как можно поучаствовать, если родители хотят, чтобы их подросток, например, заявка подается? Просто звоним, пишем, не знаю, ватсап, имейл, звонок, это все-таки, мы специально делали систему очень простую, чтобы действительно к нам смогли, нашу помощь могли получить, потому что у нас, как всегда, да, кто-то посылал, кто-то не посылал, я должен там идти, да, Тот доктор там должен заявку писать и так далее, так что мы, наш дизайн такой, чтобы мы были очень открыты. И это бесплатно? Да, и это бесплатно благодаря Министерству здравоохранения и Министерству, да, благолучия. Уже будем заканчивать скоро, последний вопрос, вот приближается, ну, сейчас уже холодает и зима, не за горами, и с Рождеством традиционно вот эти проекты, они как-то, ну, очень много благотворительных проектов, есть вот ежегодный домик Лайма, да, около часов Лайма, доктора-клоуны устраивают в спице торговом центре, несколько лет назад вы делали «Ангелы для Латвии», будет это, кстати, повторяться? Будет, да, это акция. Вот расскажите, что ждет, может быть, в этом году, как можно поучаствовать в благотворительности, если кто-то хочет? В первую очередь я хочу спасибо сказать всем тем, которые не дожидаются Рождества, да, у нас есть люди, которые жертвуют там каждый месяц нашей домашней страницы, можно найти все наши проекты, да, которым, в плане какого мы помогаем, и я вижу больше и больше, что люди все-таки идут и читают информацию. И потом уже, когда они жертвуют, они пишут конкретную цель, это означает, что они действительно читали, узнавали и вот решили, да, что конкретно этому цели, этому я хочу. Но да, есть, конечно, в этом году все могут участвовать в акции, Энди Эль Парлатве тоже будет, это акции, благодаря которой мы можем предоставить помощь индивидуальным детям, это как раз для них, для всех детей, которые нуждаются в индивидуальной помощи, там есть в этом году, там будет и дети с онкологией, дети с физическими трудностями, да, дети с психологическими трудностями, дети с автизмом, очень разные, очень разные заболевания, да, очень разные трудности для детей, но у всех как бы мы видим, что они вместе с нами, с нашей помощью растут, да, и развиваются, их, да, ситуация улучшается и как бы с многими уже как такие семейные отношения, да, что просто очень, я думаю, что тех людей, которые жертвуют, для них тоже это важно, что каждый год они видят детей и видят, что мы смогли вместе сделать, это почти чудо, да, для многих. Спасибо большое, Лена Дамбиня, глава фонда детской больницы, была у нас сегодня в гостях, до свидания. Спасибо, до свидания.